Год назад Россия начала свое наступление в Украине. Непрерывный год наступательных действий, причем мясными штурмами и большими механизированными штурмами, что в итоге приводит к большим потерям. Уже год российские солдаты помирают за то, чтобы захватить какой-нибудь кулачок украинской земли. Насколько это наступление успешным? Что происходит с ним сейчас? И видны ли признаки истощения российской группировки? Обо всем этом поговорим сегодня. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите. Поддерживайте видео вашим лайком, комментарием, подпиской на канал, особенно подпиской, так как для алгоритмов Ютуба это один из главных показателей, так что нажимайте на кнопочку подписаться. Ну а мы с вами сейчас попробуем разобраться, что же произошло за этот год в российском наступлении и где у него конец и край. Год назад, в октябре 2023 года, российские войска начали наступление на Авдеевку под Донецком. С тех пор оно не останавливается и превратилось в одну из самых непрерывных атак в истории войн. Атаки даются российской армии ценой огромных потерь, счет которых идет уже на сотни тысяч человек и тысячи единиц бронетехники. Но и при таких издержках, чтобы оккупировать всю Донецкую область, у России могут уйти годы. Учитывая то, что при такой тактике российские потери существенно выше украинских, Россия, несмотря на все свое изначальное военное превосходство, может почувствовать истощение ресурсов раньше Украины. Пишет издание «Инсайдер», ссылку на их публикацию я оставлю в описании. После взятия Авдеевки в феврале российское наступление в Покровском районе Донецкой области продолжалось теми же методами. Массированные механизированные штурмы перемежались атаками малых групп пехоты. В результате путь от западных окраин Авдеевки до восточных поступок к Мирнограду длиной в без малого 30 километров занял больше полугода. Тем не менее, это направление оказалось самым успешным для ВСРФ в территориальном измерении. Для сравнения, максимальное продвижение в ходе российской атаки на севере Харьковской области в мае 2024 года составило 10 километров, после чего фронт там замер. На других участках фронта, в частности в районе Часово-Яра, Торецкой агломерации, Работины и Углидара, продвижение измерялось считанными километрами, если не сотнями метров. Свердя сколько-нибудь значительных занятых населенных пунктах можно выделить Красногоровку, население на 2001 год было чуть больше 16 тысяч человек, и Углидар, где было чуть больше 17, а также Новогродовку, где было почти 17 с половиной. Из статистики пророссийского осинтресурса Lost Armor следует, что за год с октября 2023 года российская армия продвинулась на 2047 квадратных километров. В то же время площадь подконтрольной Украине, части только Донецкой области на конец осени 2023 года составляла более 11 тысяч квадратных километров, 43% от общей площади региона. Можно заключить, что при текущих темпах наступление даже ближайшей задачи СВО, а именно захват четырех аннексированных регионов материковой Украины, едва ли удастся выполнить в обозримом будущем. С этим согласны опрошенные инсайдерам эксперты. В частности, израильский военный эксперт Давид Гендельман считает, что физическая оккупация четырех областей такими темпами – это весьма долгое дело, и даже одна Донецкая область – это большой кусок, который надо долго жевать. Пока российское руководство делает ставку на медленное продвижение и истощение противника, которое может сподвигнуть его на политические уступки. Такого же мнения придерживается и военный аналитик Ян Матвеев. Даже с темпами этого года российской армии понадобится много лет, чтобы оккупировать все эти территории. Только для захвата Донецкой области потребуется 23 года таких боев, как минимум, если ВСУ сознательно не отступит или не потеряет возможность сопротивляться. Украинский военный обозреватель Александр Коваленко обращает внимание на то, что в операционной зоне в районе Авдеевки власть средоточена наиболее боеспособная часть российской группировки войск в Украине, но даже ей за год удалось пройти лишь 29 километров. Как они с учетом таких кровопролитных боев на эти 29 километров будут закрывать всю Донецкую область? С учетом очень непростой Константиновки, с учетом того, что они уже год бьют голову об Часов Яр. Казалось бы, даже не Бахмут, даже не Авдеевка, Часов Яр. И тем не менее, год не могут его прорвать. Я не говорю даже уже про славянско-краматорскую агломерацию, это вообще колоссальная агломерация, которая с 2014 года постоянно укрепляется. Впрочем, как можно увидеть из статистики, в августе-сентябре 2024 года наступление российских сил вновь ускорилось. Им удалось занять 815 квадратных километров, то есть две трети от территории, оккупированной за предыдущие 10 месяцев. Украинский военный канал и бойцы ВСУ в разговорах со СМИ рассказывают о причинах этого. Тактика просачивания россиян малыми пехотными группами, активное применение ППЛА, в том числе для срыва снабжения и эвакуации раненых, значительный перевес в живой силе. Последнее преимущество россиянам удается сохранять на ключевых направлениях даже несмотря на отсутствие новой волны мобилизации. Сказывается и недостаток резервов ВСУ, часть из которых задействована в Курской области и медленные поставки техники западными союзниками. По словам Владимира Зеленского, из 14 вновь подготовленных бригад пока не удалось вооружить даже 4. Если битва за Авдеевку заняла 5 месяцев, то Углидар оказался взят всего за несколько недель, пишет инсайдер. А на штурм Новогродовки на Покровском направлении и вовсе ушли считанные дни. С другой стороны, штурм того же Углидара, по свидетельству одного из затканалов, был обеспечен месяцами кровопролитных боев в смежных населенных пунктах. В любом случае, российское наступление проходит далеко не так гладко, как можно было бы решить по сводкам Минобороны и сопровождается масштабными потерями техники и живой силы. А попытки российского командования развить многочисленные тактические успехи до оперативных терпят неудачу. Мы с вами довольно часто обсуждаем это в сводках на этом канале, где выясняется, что во-первых, Минобороны очень много варет, во-вторых, что это война на истощение, где по факту пока неудачи терпят обе армии. Россия захватывает территорию, но теряет большое количество собственных сил и средств. Украина теряет территорию, но при этом теряет намного меньше сил и средств. При этом у обеих армии проблемы с личным составом и с ближайшей перспективой. Собственно, чтобы у вас не возникло проблем с тем, чтобы смотреть сводки, которые я продолжаю выпускать ежедневно, вы можете воспользоваться NVPN. Это сервис, который я сделал для того, чтобы можно было обходить любые блокировки, и с ним у вас и YouTube будет летать без всяких замедлений, Discord будет работать. Его можно купить как с зарубежных карт, так и с российских карт для себя, для родных, для близких. В общем, NVPN – это продукт, который делаю я. Ссылки на него будут в описании. Поддержка вам всегда поможет разобраться, что к чему, потому что для того, чтобы заблокировать было нельзя, там есть несколько хитрых решений, которые мы применяем. Так что покупайте NVPN, вы не только обеспечите себе доступ к YouTube и будете сами решать, что вам смотреть, что вам считать, что вам слушать, но и поддержите канал. Это абсолютный вин-вин, поэтому покупайте NVPN по ссылке в описании. Но возвращаясь к российскому наступлению, чтобы вы понимали масштабы российских потерь, согласно данным Орикза, прошедший год уничтожено или захвачено 849 российских танков – 1554 БМП, 112 БТР и 554 других ББМ, 69 единиц ствольной артиллерии, 272 САУ и 120 РЗО. Более третий этих потерь приходится именно на Покровское направление, на Донбассе, где ВСРФ за год потеряли 381 танк, 835 ББМ и 73 артиллерийские системы. Запасы, пригодные к боям российской бронетехники, стремительно истощаются. По данным осинтеследователей, на складах остается менее 4000 танков, до 80% из них вряд ли подлежат ремонту, и по состоянию на май 2024 года 8530 различных ББМ, из них всего 5550 в рабочем состоянии. Сокращаются и запасы ствольной артиллерии и САУ. При таких технических ресурсах текущие или более быстрые темпы наступления не позволят осуществить даже ближайших задач, так называемые СВО, а именно выхода на границы аннексированных регионов. А производство новых танков и БМП в России, по всем оценкам, не превышает нескольких сотен в год. Причины потерь техники довольно простые. ТФП-дроны, мины и ПТРК. В ходе механизированных штурмов не используется достаточное количество инженерной техники для разминирования, а ответные средства поражения противника подавляются неэффективно, то есть не соблюдаются принципы общевойскового боя. Часто техника превращается в одноразовое такси для доставки пехоты к позициям противника, где затем массово уничтожаются как солдаты, так и их средства передвижения, как, например, во время недавнего штурма Волчанска. Все больше частей на передовой без бронетехники де-факто становятся стрелковыми, а имеющие техника как могут приспосабливают под нужды фронта, срезая крыши десантных отделений МТЛБ, переделая танки в тяжелый БТР или заключая их в царь-мангалы все более продвинутой конструкции. Некоторые оснащены камерами и трапами для десанта и экипажа. Кроме того, для логистики и доставки пехоты на поле боя все больше востребованы мотоциклы, квадроциклы и даже баги на базе москвича. В новых российских мотострелковых дивизиях, по данным украинского военного обозревателя Константина Мышевца, нет положенных танковых полков. Тактика пехотно-артиллерийского наступления, по мнению эксперта, приводит к крупным потерям как раз пехоты, которую, очевидно, будут продолжать пополнять любыми способами, кроме мобилизации. Некоторые Z-авторы, комментируя взятие очередных населенных пунктов, отмечают, что несмотря на прорывы обороны ВСУ на отдельных участках, у российских войск отсутствуют резервы для развития успеха и выхода на оперативный простор. Этим можно объяснить, пусть и ускорившиеся, но все равно сравнительно медленные темпы продвижения россиян. В результате украинским силам удается раз за разом выстраивать новые линии обороны, а их прорыв приводит к еще большим российским потерям. На конец 2023 года медиазонные медузы оценивали общие количество погибших российских военных в 75 тысяч человек на основе анализа реестра наследственных дел. При этом только в период с 15 марта по 5 июля примерное число погибших по той же методике составило 39 тысяч человек. Экстреполировать эту оценку на год не стоит, однако с учетом того, что по опыту предыдущих войн соотношение убитых и раненых составляет не менее 1 к 3, то можно уверенно утверждать, что за год наступление счет общих потерь идет на сотни тысяч. Эта цифра как минимум того же порядка, что и оценочные темпы набора контрактников, которые составили 166 тысяч человек за первое полугодие 2024 года. В задканалах все чаще появляются жалобы на нехватку личного состава и истощение наступающих группировок. Поскольку российское руководство не торопится, принимает решение о новой волне мобилизации, пополнение изыскивают самыми разными способами. Возвращают на фронт больных и раненых бойцов. Принуждают отказавшихся воевать вернуться в строй с помощью пыток и лагерной системы наказаний. Переводят штурмовые отряды ценных специалистов, например, операторов дронов, а также формируют пехотные части из военнослужащих других видов войск, в частности ВКС и ВМФ. Также активно ведется вербовка иностранных наемников, в частности из стран Ближнего Востока и Индии. Последних, правда, пришлось отпустить домой благодаря вмешательству премьер-министра Нерендеры Моди. Вербовка на войну производится и в ходе облав на выходцев из Центральной Азии, недавно получивших российское гражданство. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отчитывался, что уже 10 тысяч новых граждан отправили копать окопы в зоне боевых действий. Кроме того, изменения в законах открывают все новые возможности попадания в армию для лиц, имеющих проблемы с законом. Как стало известно, среди военнослужащих и погибших есть и женщины-заключенные. Однако основная масса свежих пополнений поступает благодаря набору контрактников, причем региональные выплаты для них бьют все новые рекорды. Причина того, что при этом все равно возникают жалобы на нехватку людей, проблемах с подготовкой пополнений и тактикой их применения. В докладе Руси 2023 года об эволюции тактики российской армии упоминалось, что часть военнослужащих играет роль расходной пехоты, цель которой ценой огромных потерь подобраться к украинским позициям и затем занять их в ходе решающего броска. Если тогда роль расходников исполняли мобилизованные заключенные, то сейчас эта роль отводится по видимому контрактному пополнению. Навыки такой пехоты весьма ограничены в силу того, что в СРФ так и не удалось наладить систему полноценной подготовки новобранцев. На обучение новых контрактников отводится всего несколько дней, тогда как в СУ этот процесс занимает от 30 дней до 3 месяцев. И при этом украинские командиры все равно жалуются на плохую подготовку пополнений. Эта проблема накладывается на безграмотных командиров среднего звена, которые не имеют важных навыков, например, организации работы с БПЛА и отправляют бойцов в бесконечные местные штурмы без должной огневой поддержки. Аккаунты украинских подразделений полнятся кадрами отражания масштабных российских механизированных штурмов, а родственники военнослужащих делятся историями об огромных потерях. Проблему не решают и специально организованные отряды «Шторм», которые задумывались как элитная пехота для прорыва обороны противника, подобные немецким штурмовикам времен Первой мировой войны. Подобным образом пытался строить работу штурмовых отрядов генерал-майор Иван Попов, в настоящее время находится под следствием за мошенничество. Однако сейчас «Штормы» фактически превратились в штрафные батальоны, куда ссылают военнослужащих, провинившихся перед командованием. Тактические просчеты в СРФ компенсируют превосходящим артиллерийским окнем и авиаударами. Если зимой 23-24 годов, когда законопроект о финансировании американской военной помощи застрял в Конгрессе, соотношение количества применяемых артиллерийских боеприпасов было до 1 к 10 в пользу России, то сейчас оно сократилось, но по-прежнему составляет не менее чем 1 к 3. Ситуацию могут исправить удары по складам боеприпасов, однако российские планирующие авиабомбы с модулем МПК и боеприпасы МПБ Д-30СН с интенсивностью применения до 900 пусков в неделю все еще остаются проблемой. Бомбы применяются как в фугасном, так и в кассетном исполнении. Американская администрация не торопится разрешать ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами по аэродромам на территории России, что могло бы хотя бы частично решить эту проблему. Российские тактические инновации на поле боя построены в основном на превосходстве в людских ресурсах. Пользуясь отсутствием сплошного фронта, наступающие пытаются обходить украинские позиции, накапливая силы для последующего охвата отдельных подразделений ВСУ. Иногда такая тактика дает плоды, например, в июле на Покровском направлении попали в окружение сразу два батальона 31 МБР, сумев, однако, из него вырваться. Под угледаром россияне завозили на технике группы пехоты за первую и даже вторую линию обороны ВСУ, что заставляло слабые в морально-психологическом плане подразделения отступать даже с выгодных позиций. В районе Часово-Ярова СРФ применяют тактику просачивания малых групп через линию фронта для уничтожения позиций минометчиков и операторов дрона. Череда тактических успехов сама по себе имеет оперативное значение. Продвижение к Покровску ставят под угрозу железнодорожное снабжение ВСУ на Донбассе. Выход к реке Оскол позволит рассечь украинскую группировку на левом берегу Надвы, затруднив оборону Купенска. Штурм Часово-Яры и Торецкая агломерация открывают пути к Славянску, Краматорску и Константиновке, последним крупным городам Донецкой области под контрольным Украиной. Тем не менее, ВСРФ не удается масштабно прорвать оборону ВСУ. Одной из причин можно считать отсутствие сил второго эшелона, которые в соответствии с советскими военными доктринами должны заниматься как раз развитием успеха и переводом его из тактического в оперативной. Ян Матвеев вообще полагает, что российское наступление последнего года логичнее рассматривать как множество отдельных операций, которые за это время начинались и заканчивались, неизбежно затухая. Например, Углидар, говорит он. Сейчас мы видим, как там российские войска в целом остановились, достигнув своей цели. Затухание наступления мы видим и на Покровском направлении, но это связано с плотными боями на линии обороны ВСУ. Украинские военные закрепились и не дают российской армии двигаться вперед. Давид Гендельман исходит из сохранения возможностей российских войск еще долго продолжать наступление примерно теми же медленными темпами, как до сих пор. Александр Коваленко обуславливает остановку наступления в СРФ внешними факторами. Это зависит от целого ряда условий, начиная от помощи странно-международных партнеров Украины, в вопросе чего мы продолжаем остро быть зависимы, и заканчивая адаптацией к условиям. Российское командование, избрав тактику давления по всему фронту, демонстрирует отсутствие того, что в военной литературе называется оперативным искусством, способностью к эффективному планированию операций, которая позволяет с помощью умелого применения сил и средств, а также навыков командования добиваться более существенных успехов с менее серьезными потерями. Украинское командование, напротив, демонстрировало оперативное искусство в ходе планирования и осуществления Харьковского контрнаступления 2022 года и недавней операции в Курской области. Российское командование, не способное победить быстро, сделало ставку на войну на истощение. Однако, учитывая масштабы российских потерь в живой силе и технике, такая стратегия может обернуться против российской армии, особенно если западные страны договорятся о расширении военной помощи Украине и снятии ограничений на ее применение. С другой стороны, если после выборов США поддержка Украины снизится, российский план перемолоть украинскую армию может сработать, заключает инсайдер. В конце я лишь хочу добавить немножечко собственного представления. Многие западные аналитики, независимые аналитики считают, что в обозримом будущем, вот в ближайшие месяцы наступательный потенциал России может быть исчерпан. Я и вовсе считал и был согласен с теми, кто считал, что он будет исчерпан к началу октября. Единственное, чего я не учел, это того, что Россия для наступления может использовать в том числе части и резервы, которые не планировались для наступления. И на мой взгляд, российский план выглядит во многом как большой блеф, то есть желание до ноября, до выборов Соединенных Штатов, максимально идти вперед и захватить максимальное количество территорий. Зачем? Потому что Россия рассчитывает, что к власти в Соединенных Штатах придет Дональд Трамп. Если он действительно придет там к власти, то сразу после своего избрания он начнет давить на Владимира Зеленского, угрожая отменить американскую помощь и не только будущую помощь, но и как-то препятствуя нынешним поставкам, а также отрезав Украину фактически от разведывательной информации со стороны Соединенных Штатов, что является большим преимуществом ВСУ на поле боя. Все это Дональд Трамп может сделать для того, чтобы принудить Владимира Зеленского и Украину к капитуляции. Я так понимаю, что именно на это рассчитывает Владимир Путин. Поэтому задача захватить максимальное количество территорий к ноябрю этого года. Но если этого не случится, если победит Камала Харрис, тогда Владимир Путин будет перед дилеммой. Ну, чем-то надо будет стачивание, сточенную армию заменить. И либо это мобилизация, либо выход на переговоры со слабой позицией. Но недавно на горизонте замаячила, к сожалению моему огромному, еще одна опция, а именно северокорейские солдаты. Если России с Северной Кореей действительно удастся договориться до стабильного ежемесячного пополнения войсками из Северной Кореи, это будет гигантская проблема. Даже 10 тысяч человек в месяц со стороны Северной Кореи позволят России продолжать медлительное наступление, продолжать истощать Украину. Есть ли у России возможности для того, чтобы воевать еще много лет? На мой взгляд, нет. Но есть ли такие возможности у Украины? Это большой-большой вопрос. К сожалению, Запад всячески, если не препятствует, то и не помогает в достаточной степени Украине для того, чтобы защитить ее суверенитет и безопасность, и для того, чтобы пресечь действия Владимира Путина, пресечь действия агрессора. Что причина этого? Страх эскалации, ядерной войны или собственные экономические интересы мне неведомо. Однако, я думаю, что уже всем очевидно за эти больше, чем два с половиной года, что Запад не оказывает ту помощь, которую мог бы для того, чтобы остановить Россию. И в этом контексте заключая, попытаясь прийти к какому-то выводу по поводу российского наступления, можем сказать следующее. Российское наступление не стоит той крови, которую Россия на него тратит, те захваченные территории, если мы уберем эмоции в сторону. Однако, для России эти потери приемлемы, потому что для Владимира Путина лично абсолютно плевать, сколько людей умрет. Поэтому все перестают об этом говорить. Украине же не плевать, сколько людей погибнет. Украине не плевать на то, что будет со страной. И в этом смысле Украина в более тяжелом положении психологическом, потому что она не может расстреливать, например, собственных солдат, которые хотят дезертировать. Она не может наказывать провинившихся солдат, опихая их в яму и обысывая всем отрядом, как это делает российская страна. Не может обнулять своих солдат и так далее. Не может расходовать своих солдат как пушечное мясо. По крайней мере, чисто как основная тактика. И в этом смысле обе армии, я бы сказал, сейчас проигрывают. Ну, то есть в этой войне, как и в любой другой, честно говоря, победителей нет. Но конкретно в данный момент времени ни одна из армий не имеет существенного преимущества, которое позволило бы, собственно, склонить чашу весов этой войны в свою сторону. Впрочем, это и называется война на истощение. Потому что обе стороны пытаются истощить вторую. И в тот момент, когда одна из них будет истощена, та, которая не будет к этому моменту истощена, и нанесет свой удар. И тогда это приблизит окончание войны. Какая страна это будет, сказать сложно. Все зависит от того, у кого какие резервы. Ну, например, Украина заявляет о том, что у нее в резерве еще есть 14 бригад. Четыре из которых почти полностью оборудованы. Так это или нет, я проверить не могу. Россия, с другой стороны, как будто бы должна быть очень истощена. Опять же, использование моряков, использование ВКС в штурмовых действиях, это не то, что микроскопом гвозди забивать. Это каким-нибудь, я не знаю, Старлинком яму копать. Ну, то есть, это абсолютное безумие. Впрочем, возможно, у России есть еще рычаги возможностей для того, чтобы каким-то образом изыскать дополнительных людей. И лучше бы для Владимира Путина, чтобы это была не мобилизация. Потому что в случае мобилизации политические риски вырастут кратно, а экономика почти точно схлопнется. Потому что уже сейчас есть большой недостаток людей в экономике. Он есть, безусловно, и в Украине. Но у Украины нет выбора, воевать или не воевать. Она воюет, защищая себя. У России же выборы есть. И каждый день Путин делает этот выбор. Продолжать войну, продолжать войну. Даже закончить он может ее за один день, выведя войска с территории Украины. Но он этого не делает. И насколько с этим будет согласно его окружение в случае, если действительно припрет, если действительно экономика схлопнется, если будут заканчиваться ресурсы, если придется вновь объявить мобилизацию, уедут все айтишники. Это вопрос открытый. Ответа на него у меня нет. Как в принципе у меня нет никаких ответов про будущее, потому что оно мне неведомо. Я могу рассказывать лишь про настоящее и пробовать сделать все, что в моих силах для того, чтобы это настоящее становилось более справедливым. Поэтому буду пытаться, как могу приближать победу Украине вместе с вами. Спасибо, что смотрите. Не забывайте поставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. Ну а с вами был Майкл Найк и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok